Друзья, всем привет! Меня зовут Николай Бондаренко, значит, вы на канале Дневник Депутата. Меня часто спрашивают, Николай, что ты думаешь по поводу этого нового движения граждан СССР, или Дети СССР, или профсоюз граждан СССР. Я всем говорю о том, что с этим движением нам нужно быть максимально бдительным и аккуратным, потому что это очередной проект администрации президента. Именно власти сегодня, именно правительству выгодно распространять эти слухи и псевдодвижения для того, чтобы контролировать ситуацию в нашей стране. Я говорю, что можно спорить с человеком, но с Лойкой спорить трудно, поэтому послушайте мои аргументы на этот счет. Некоторое время назад в стране появилось движение «Суть времени» во главе с Кургиняном, который топил реально правильные вещи, он реально говорил дело, но в нужный момент стало понятно, зачем его власть накачивает известностью, дает ему прайм-тайм в центральных российских каналах государственных, для того, чтобы в нужный момент Кургинян сказал, ребята, я власть не поддерживаю, но Путина мы с вами поддержать должны, потому что без него Россия умрет. И всем сразу стало понятно, кто он и зачем он здесь находится. После этого появилось движение НОТ, национально-свободительное движение Федорова, который депутат Единой России, вам дали информацию, который тоже говорил себе вполне себе состоятельные вещи, о том, что мы находимся под пятой западных стран, что все наши национальные достояния принадлежат зарубежным государствам, что из нашей страны высасывают все соки, но по сути, в какой-то степени так оно и есть. Поэтому в очередной раз мы подчеркиваем для себя информацию, что нет ничего страшнее лжи, которая завернутая в правду, то, что в конечном итоге он сказал, что нам опять надо поддержать действующую власть и президента Путина. Все эти движения, помимо главной задачи увести людей в сторону, решают вполне себе важнейший для власти, важнейший рубеж, посеять в наших головах мысль, что мы больше никому не верим, что все вокруг обманщики, что вы все одинаковые и что мы будем жаловаться друг другу на кухнях и делать ничего не будем, потому что идти нам не за кем. И сегодня мы видим очередной виток этого противостояния работы действующей власти. Граждане СССР, которые появились, играют на наших исторических, на наших идеологических чувствах, которые говорят вполне себе состоятельные вещи, что Советский Союз никуда не делся, что он на самом деле существует, а Российская Федерация, она только на бумаге, и ее законам мы вообще не должны им подчиняться. Ну, кому не понравится, учитывая, что 90 с лишним процентов населения нищие, и для них это реальный выход какой-то. Конечно, люди хватаются за соломинку, но, конечно же, это абсолютно неправда, потому что если сегодня я или вы не будем подчиняться законам Российской Федерации, ну, по крайней мере, в большей своей степени, нас несуществующая полиция, которая существует только на бумаге, посадит в тюрьму, да, суд, который тоже не существует, вынесет нам уголовный приговор, да, реальный срок, и в несуществующей тюрьме мы с вами закончим нашу жизнь 5-10, я не знаю, 20 лет, насколько нас могут посадить, да. Если мы сегодня не будем отвечать по нашим обязательствам, платить по кредитам, к примеру, да, нас просто выгонят на улицу, заберут наши ипотечные квартиры, или, я не знаю, арестуют наши банковские карты, на которые нам приходят зарплаты, или кому-то приходит пенсия, я вам хочу сказать, что это максимально шизофреничная позиция, которая ни к чему хорошему нас не приведет, но самое главное, что выполняют, значит, какую функцию выполняют эти граждане СССР, о том, что ни на какие выборы, ни на какие референдумы мы с вами ходить не должны, мы не должны там участвовать, потому что это придаст легитимности действующей власти. В результате получаем картину, которую мы, кстати, уже видели, о том, что на выборы все не согласны и не пойдут, все не согласны от санкции дома, позволив бюджетникам, врачам, учителям, полицейским, военным, студентам, в конце концов, всем подневольным людям в нашей стране выбрать ту власть, которая сегодня у нас функционирует, как это у нас в принципе и происходит. Поэтому я не сомневаюсь, что на местах, в городах, в селах вполне себе существуют люди, которые искренне в это верят, которые действительно делают это, ну потому что это душевно-нравственная потребность, которые не зарабатывают на этом деньги, а просто хотят изменить жизнь к лучшему. Но мы с вами должны понимать, что сама по себе структура и идея родилась не просто так вот случайно, спонтанно в каждом городе и регионе нашей страны, нет, она родилась умнейшими умами и в нее вкачались сумасшедшие деньги. Поэтому это сегодня настолько широко распространено. Главный тезис этого движения, что российская власть незаконна, что с точки зрения нормативных документов, законов и других бумаг, она не имеет права существовать и в принципе там нигде это толком не прописано. Слушайте, в 91-м году произошла революция, контрреволюция или революция. В 90-х годах Ельцин ввел танки в Москву и открыл огонь по Белому дому, и Советский Союз фактически перестал существовать. Вы понимаете, что ни о каком законе здесь речи быть не может. Это был захват власти, в результате которого была установлена власть олигархов. Если вы сегодня выйдете на площадь и скажете, мы, мы все знаем правду, вы нас больше не обманете, ну что изменится от этого? Если вы хотите вывести миллионы людей на улицу, они выводятся не такими методами. Они выводятся агитированием людей, что на улице выходить надо. А не что, ребят, все спит спокойно, вы знаете настоящую правду. Поэтому, друзья, у меня огромная просьба распространить эту информацию, чтобы об этом узнал как можно больше людей. Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях. Мне интересно ваше мнение по поводу тех тезисов, которые я озвучил. На сегодня все. С вами был Николай Бондаренко. Боритесь за свои права.